Всем привет! С вами я Виолетта и в этом видео я сделаю обзор на раскраски Ханны Карлсон Рассветный час и времена года. В прошлом видео мы с вами смотрели Дневные грезы и сон в летнюю ночь. Покажу еще раз как выглядят вот 4 раскрасочки вместе. Если вы не видели этого обзора, то зайдите на канал, обязательно посмотрите в плейлисте Обзоры раскрасок там точно найдете. Начнем мы с третьей части, Рассветный час. Вышла она не так давно. Издательство у нас, кстати, Калибри. Это издательство также выпускает раскраски Джоанны Бесфорд в России, Милли Маротты. Также была раскраска Сумеречный сад. Ими выпущена. Сад радостей земных. Но, если честно, больше я не знаю. Но по бумаге я не смогу вам сказать, каково качество, так как я не раскрашивала ни одной картинки, ни в одной раскраске Ханны. Поэтому скажу вам на примере Марии Тролля. Мне кажется, очень похоже по бумаге, по качеству эти раскраски между собой. И в Марии Тролле я пока что раскрашила только Fabric Castle Grip. Они у меня не просвечивают. Но черный слегка-слегка. То есть вот совсем-совсем-совсем чуть-чуть. Почти незаметно. То есть если вы с двух сторон прокрасите какой-то один элемент, то у вас не будет видно вообще. Стоила раскраска рассветный час меньше 250 рублей на озоне. А времена года стоила чуть-чуть подороже, 250 рублей. Вот мне очень нравится подводная тематика, раскраска Ханны и девушки. Потому что они какие-то очень такие, не знаю как сказать, живые, прям необычные, красивые. Котики мне также нравятся. Ну вообще в раскрасках Ханны все шикарно. И вот просто я не видя ни одной картинки. Вот сколько я уже пролистала. То есть и первые две части, и вот эту мы уже с вами почти досмотрели. И в четвертой части там нет ни одной картинки, которая бы у меня вызывала отвращение. Или я не могла представить, как я ее раскрашу. То есть обычно все раскраски, те картинки, раскраска, которая мне нравится, я примерно хотя бы знаю в каких цветах она у меня будет выполнена. И естественно мне все картинки здесь очень нравятся. Единственный минус то, что раскраска в твердой обложке, из-за этого как бы неудобно раскрыть вот такие развороты, разрисовать их по центру. Но я думаю, кому надо, тот прокрасит хоть как-нибудь там, хоть чуть-чуть. Но прокрасит. Вот. Сиреневый, кстати, мой любимый цвет. И вот по обложке лично мой фаворит это рассветный час. Ну и последняя, на данный момент вышедшая раскраска, это времена года. Новенькая, новиночка. Что-то как-то, не знаю, в пыли. Или что-то. Немного запачкано. Вот. Начинается, как я поняла, все с весны. Все тут копель. Тут нет, как сказать, ясного распределения на времена года. То есть все переходит очень плавно, нежно. Весна перетекает в лето, лето в осень. Но, по идее, наверное, это должно быть как в жизни. У нас в жизни как-то все не так плавно происходит. Как я считаю. Но все-таки. Вот. То есть тут ясные летние ночи. То есть уже пошло лето. Может быть оно началось даже раньше. Вот. Это я вам сказать не могу, потому что весну с летом, по крайней мере, по картинкам, да, очень сложно отличить. Лягушечка тут такая забавная. Ягодки. То есть это у нас еще пока лето. Котики. Очень много тут клубничек. И смотрите, алмазики и кристаллики растут, как ягоды. Так, ну тут у нас уже пошел август, скорее всего, потому что... Потому что тут вот муравьишки собирать. Это осенние ветры. То есть вот здесь уже все осень. Ну тут вот и желудки. Это понятно. Ну да, здесь уже в целом видно, что это осень. Ну вот этот разворот, если бы мне показали, сказали, какое время года, я бы, наверное, не назвала. Ну, явно, что не зима. Вот туманы, смотрите, в баночке. Ну дождик, осень, птички улетают. Хэллоуин. Значит, это у нас уже ноябрь здесь пошел. И все. Здесь у нас зима. Падающие звезды, там написано. Ну, здесь, мне кажется, уже понятно, что зима, потому что... Ну, елочки, там снег, олени. Вот такие вот, как игрушки елочные. Это вот уже сразу понятно. Подарки. Конечно же, подарки. Я очень постараюсь этой зимой раскрасить как можно больше зимних работ. Эти раскраски, но ничего я вам не обещаю. Ну, надеюсь, конечно, что получится. Что-то такое, загрязь какая-то? Ну, в общем, да. Это был весь обзор. Вот все раскраски Ханны Карлсон еще раз покажу. На данный момент вышедшие на 2017 год. Конец октября. Ну, мне кажется, следующая выйдет или весной, или, может быть, даже следующей осенью. Хотя, возможно, Ханна порадует нас даже и под Новый год. Кто знает? Потому что у нас, по-моему, в продаже Дневные грезы появилась как-то только... Ну, то ли в мае, в июне. По-моему, даже в июне. И потом очень стремительно вышли остальные части. Или у Ханны такая большая, высокая производительность, или просто у нас в России переводят с опозданием. Ну, в общем, это было все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте палец вверх. Подпишитесь на мой канал. И да, ребят, огромное спасибо, что вас уже 2200. Человек даже уже больше. Я вам безумно благодарна, то, что вы так быстро набираетесь, как сказать. В общем, то, что вы так активно подписываетесь на мой канал, мне очень приятно. И я обязательно придумаю, как бы порадовать вас. Может быть, даже устрою конкурс в честь какой-нибудь большой даты. Ну, там, не знаю, может быть, 3-5 тысяч подписчиков, я не знаю. Посмотрим. А может быть, просто на Новый год устрою какой-нибудь конкурс. Ну, посмотрим с вами. Посмотрим. И все решим. Да. В общем, вот так вот. Это было все. С вами была Верия. Всем пока-пока.